Друзья, хочу порекомендовать вам по-настоящему крутую игру от создателя линейки Айона, Blade & Soul. В ней есть всё, что нужно. Очень красивый мир, который приятно изучать, интереснейший геймплей и даже прикольные боевые коты. Переходите по ссылке в описании и получите плюс 10 к атаке, плюс 20 к урону и премиум статус сразу после входа в игру. Продолжение следует... И чего, вероятно, сможет достичь в дальнейшем. Вообще, это было скорее шуткой, но раз уж так сильно хотите, сами виноваты. Также рекомендую тебе посмотреть предыдущие видео из этой серии про Геноса и Соника, если ещё не видел. Там много всего интересного. В любом случае, пора бы уже начинать. Поехали! Бесправный ездок, также называющий себя велосипедистом справедливости, является профессиональным героем С-класса первого ранга. И как можно понять, потому что до сих пор выше он не поднялся, никакими особыми суперспособностями парень не владеет. Тем не менее, велосипедист – один из немногих персонажей в сериале, которому уделено большое количество внимания. И это даже несмотря на то, что он вообще ни разу ещё не побеждал в драке. То есть, буквально все, против кого ездок выступал, отправляли его в больницу, не понеся никакого урона. Однако, почему в таком случае ему вообще посвящается какой-то хронометраж? И даже в аниме он уже успел засветиться. Ну, по большей части потому, что велосипедик – основной претендент помимо Гароу на преодолении своего лимитера. И вместе с Сайтамой, эти трое организуют некий треугольник схожих архетипов, по итогу пришедших к кардинально противоположным выводам. Ездок, также как и Лысик, с самого детства хотел стать героем и защищать людей от зла. Он сражался за справедливость и помогал слабым, хотя и не обладал никакими способностями. К сожалению, полноценной предыстории этого паренька в манге не описывается. Но есть одна экстра – главный герой, который, скорее всего, и есть бесправный ездок. Нигде дальше это не подтверждается и не опровергается. Но, скорее всего, велосипедист уже раньше успевал подняться до Б-класса Геройской Ассоциации и даже вступал в отряд Фубуки. Однако, после того, как увидел Сайтаму в деле, переосмыслил свою жизнь и решил стать настоящим героем, который в одиночку сражается со злом и защищает людей. На самом деле, относительно того, является ли этот парень ездоком или нет, можно целое видео построить, потому что там целая куча намёков и никаких фактов. Но не думаю, что это кому-то действительно интересно, так что просто примем как факт, что до того, как стать велосипедистом справедливости, он уже был героем Б-класса. Именно поэтому, хотя он и находится на первом месте в С-классе и может подняться выше, если того захочет, ездок не собирается расти по карьерной лестнице Ассоциации. Он просто пока не считает себя достойным идти дальше. И пока мы не ушли далее, хочу порекомендовать тебе канал Панбоя. Он ещё только начинает, поэтому, по его словам, качество видео будет постоянно расти. И кто знает, чего он добьётся в дальнейшем. Не упуская возможности стать одним из первых постоянных зрителей, переходи по ссылке в описании, а я уже подписался. И что-то я уже немножко затянул с предысторией. Видео-то не совсем об этом. Мы тут собрались, чтобы узнать, чего этот парень вообще умеет и за что занимает своё почётное первое место среди слабейших героев. Что ж, на самом деле я не случайно затягивал его прошлое. Просто о настоящем не так уж и много можно рассказать. Из того, что нам показали, бесправный ездок это практически обычный парень возраста около 25 лет. Со сверхчеловеческими силой, прочностью и, скорее всего, регенерацией. Однако, пожалуй, единственной отличительной чертой, которая прямо выделяется среди всех других персонажей, является его сила воли. К сожалению, работает она совсем не так, как у стальной биты. И от ударов велосипедист сильнее не становится. Однако, именно благодаря этой своей способности, он может долгое время сохранять сознание в бою, даже несмотря на практически смертельные повреждения. Благодаря этому, ездок умудрился некоторое время сдерживать морского короля. И, по сути, спас от верной смерти Геннесса. А также смог встать после серьёзного удара в голову от мастера в майке, которым тот собирался добить Гарроу. Но даже если не брать в расчёт его безмерное желание держать победу в абсурдных ситуациях, прочности этого парня можно только позавидовать. Несмотря на то, что после каждой стычки с сильными злодеями, ездок отправляется поправлять здоровье, он до сих пор остаётся живым. Что просто невероятно, учитывая против кого ему довелось сражаться. Морской король, хотя и лёгкими движениями отмахивался от велосипедиста, всё же был способен ударами разрушать стены убежища, и нанёс фатальный урон Геннессу. Панда Молотоглава при помощи своих костюмов буквально снесла целый небоскрёб. А Гарроу в обычной форме смог одолеть мастера в майке и стальную биту. К тому же, практически на равных сражался с темноблеском. И тем не менее, никто из причисленных персонажей не смог убить ездока. Да и в больнице он совсем ненадолго оставался, что как раз и показывает его повышенную регенерацию. В плане боевых навыков сказать особо нечего. Никаких суператак у него нет, в основном это обычные удары и бросок велосипедов противника. Однако, насколько можно судить, тренировками он довольно сильно повысил своё ки, которое как раз и должно давать похожие сверхчеловеческие характеристики. Так что похоже он на верном пути. И если продолжит совершенствоваться и тренироваться, рано или поздно достигнет своего лимита, а значит сможет его и преодолеть. На самом деле, именно поэтому я и заговорил о третьей экстре вообще. Если судить по сюжету в манке и не затрагивать отклонения от него, ездок только и делает, что нарывается на сверхсильных противников и огребает от них. Ведь нам не показывали ни тренировок, ни честных сражений, в которых бы ездок становился сильнее. Но если принимать во внимание, что в экстре говорилось именно о велосипедисте, с тех самых пор он жёстко тренируется. И более того, после тех слов Сайтама уже никогда не станет останавливаться на достигнутом. А значит рано или поздно придёт к тому же, к чему смог прийти лысик. Да и слишком уж много нам дают на это намёков. Ведь в той же главе сказано, что ездок даже, как и Сайтама, был офисным работником до того, как стал героем. Так что, думаю, если уж он и не является основным претендентом на разрушение лимитёра, по крайней мере на всех парах к этому делу велосипедист стремится. Тем не менее, у тебя может возникнуть вопрос. Если он так же, как и Сайтама, тренируется, так же хочет быть настоящим героем и даже претендует на разрушение лимитёра, почему до сих пор он его не преодолел? И на это я уже отвечал в одном из своих роликов, поэтому сейчас только вкратце. Ему просто нужно больше времени. Для каждого живого существа лимит сил задаётся разным. Сайтама смог разрушить свой за три года тренировок, но это вовсе не значит, что все могут сделать то же самое за то же время. Так что тот факт, что велосипедист всё ещё не стал сверхсильным божеством, не противоречит никакой логике, он просто ещё не достиг предела. Ну и как уже принято, гадать о том, насколько всё-таки этот парниша станет мощным, преодолев все свои лимиты, оставляю на тебя. Выскажи своё мнение в комментариях, а я пока закончу свой рассказ. Безусловно, бесправный ездок ещё очень далёк от раскрытия всего своего потенциала. И думаю, ему будет уделено ещё достаточно много времени в сериале, потому что, на мой взгляд, он как раз идёт по пути Сайтамы и рано или поздно к чему-нибудь прийти сможет. К тому же, никаких проблем с роботизированным телом, как у Геннесса, у него нет. А значит, разрушительный метёр ему ничего не мешает. Не забудь написать внизу, что думаешь по поводу всего сказанного ранее. А если видео тебе понравилось, оцени его кнопочкой с пальцем вверх. Также можешь сказать, на какого ещё персонажа из вселенной Ван Панчмана ты бы хотел увидеть ролик в этом формате. Вещал для тебя, Дигл. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok